Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале Москва 24 в эфире программа Правда 24, мы ее ведущие Евгений Додолев и Лейла Истрожемская. Сегодня у нас в гостях режиссер, актер Алексей Гранович. Добрый вечер, спасибо, что вы к нам пришли сегодня. Этой весной на экраны страны вышла картина «Юморист», где вы сыграли главную роль и уже успели получить приз в номинации «Лучшая мужская роль». Вот на следующий день было у вас такое ощущение некого кайфа, и вы сказали «Да, я сделал это». В день, когда получил, вечером было. На следующий день, ну я как-то умею себя успокаивать. Ну слушайте, призы – это вещи весьма относительно субъективные, жюри, фестиваль, на самом деле это не номинация, это был фестиваль дебютов, движения, который ежегодно проходит в Омске, ну такой национальный фестиваль, и да, вот картина получила приз за исполнение «Лучшая мужская роль» и, конечно, меня это порадовало. Я всегда хотел один раз стоять на сцене и вот получить, сказать. Вот, этот, так сказать, сон об Оскаре, он случился. Ну то есть эйфория быстро прошла. Выпил вечерком на следующее утро, я сказал себе «Старик, забыли, поехали дальше». А что для вас юмор? Юмор – это вообще всё. Юмор, ну как, юмор – это единственный способ выживать, с моей точки зрения. Вот, нужно всегда, способность всегда найти такой взгляд, такую точку зрения на любое обстоятельство жизненное, особенно на то, которое тебя пугает, вот, так, чтобы оно стало тебе смешным. А это качество, которое, мне кажется, вообще человека спасает зачастую. Вообще это, мы когда-то, когда вот мы много ездили с этим фильмом, юмористы мне задавали вопросы, там главный герой, он же, так сказать, не скрывает того, что он еврей. Вот, и мне кажется, что вообще не случайно в юморе людей еврейской национальности много, потому что этот, так сказать, генетический страх, вот, выработал человекозащитную реакцию и генетический юмор такой. Если бы только в юморе. Поэтому мне кажется, что этот тезис не работает. Почему? Ну, потому что не только в юморе очень много людей. Ну, хорошо, мы же говорим в данном случае про юмор. А, ну, хорошо. Вот. А если мы в данном случае про юмор говорим, вы с кем-нибудь знакомы, скажем так, культовых юмористов? Из тех, кто были части, может быть, прототипами? С кем? Я знаком с юности, с такой, с подростковой юности, с Михаилом Мишиным. Я знаком, ну, в общем, более-менее знаком с Михаилом Михайловичем Жванецким. Я был знаком с Аркадием Аркановым. Я знаком с, ну, так, так сказать, на уровне «Здравствуйте» и несколько раз в компаниях с Геннадием Викторовичем Хазановым. Может, я кого-то забыл сейчас, но просто... С кем-нибудь из них картину вы обсуждали? К слову, приходилось? Да, с Аркадием Ининым я знаком. Да, мы показывали картину, во-первых, у нас был такой один из первых самых закрытых показов. Мы звали людей из вот как раз этого цеха. И самым молодым там был Юрий Стоянов. Мы боялись, что нас совсем раздолбают. Вот. Но реакция была, наоборот, скорее какая-то такая возбужденная, какая-то скорее, ну, ненавижу слово, позитивная, но какая-то, в общем, добрая. Претензий вообще не было, извините. Ну, вы знаете, конечно, наверняка они были. Просто, ну, кто будет человеку после фильма, тем более актеру, высказывать претензии? Ну, актеры могли высказать претензии по поводу сценария или там по поводу света. Нет, ну, мы знаем примерно какие-то проблемы, которые у этого фильма, наверное, есть. А какие проблемы есть? Ну, я сейчас не готов обсуждать. Это, наверное, нужно обсуждать как минимум вместе с режиссером и с продюсером. Почему среди юмористов, сатириков, известных, совсем нет женщин? Это какая-то дискриминация ваша? Не было. Не было. Ну, а сейчас... Ну, а сейчас... Так же, как не было их среди писателей, как их не было среди художников, среди режиссеров. Ну, слушайте, Comedy Woman. Ну, вот именно... Вот Татьяна Лазарева. Ну, смешно. Ну, как, это уж кому как. Ну, кому-то и Клара Новикова не смешно было. Ну, то есть вообще, вообще ни разу. Ну, а, слушайте, нет, подождите. Есть огромное количество людей, которым смешно. Это чувство юмора, повторяю, вещь глубоко индивидуальная. Поэтому... Да нет, сейчас много. Нет, а в советское время это что? Это была политика? Не пускали? То есть пускали только... То есть по какому-то гендерному, этническому параметру только мужчин и евреев пускали? Почему у нас... Я не знаю. Я в то время, так сказать, не мог так глубоко анализировать ситуацию. Но глядя на все остальные творческие профессии, оператора-постановщиков кино до художественных руководителей и театральных режиссеров, писателей, там, несколько поэтесс было. Вот, вот, поэтессы были. И то, так сказать, это все равно было... Ну, да, были, да. Да, ну, абсолютно несравнимое количество, но были. Ну, нет, конечно, это был патриархат, как бы. И, конечно, мужчины доминили были. Он же в глобальном масштабе был. Глобальном, он во всем мире был. Сатириков не было и на Западе. Во всем мире было, конечно. Сейчас, по-моему, нет. Ну, назовите мне хоть одну художницу, там, эпохи Возрождения. Или, там, 19 века даже. Ни разни русскую вообще. Большие специалисты, наверное, кого-то вспомнят, а мы никого не вспомним. Вот, ну, как-то вот это было, видимо, не считалось, что это не женское дело, а женщины нет. Может, просто они по-другому устроены? Может, они просто смеются хорошо? Были, были. Как выяснилось, нет. Как выяснилось, сейчас они... Сейчас, послушайте, сейчас собирается тот же самый фестиваль, вот, кстати, фестиваль, на котором вот я получил приз, да? В жюри были только женщины, режиссеры, там, и продюсеры. Сегодня ты себе у нас, вот, на Сахалине творческая мастерская, подростки. 80% девушки. А женщины очень активно идут сейчас в творческие профессии. Операторов стало огромное количество, кинооператоров, женщин, причем очень крутых. Мы недавно беседовали вот в этой студии с Юрией Грымовым. Он сказал, что в стране всего пять операторов профессиональных, что их вообще не осталось. Вот у вас же тоже на юмористе работали чехи, как вы рассказывали. Понимаете, мне как сыну одного из, так сказать... Ну вот и еще четыре. И деканов факультета операторского мастерства в ГИКа на эту тему рассуждать глупо. Нет, я с глубоко уважаемым Юрием Грымовым категорически не согласен. С моей точки зрения, это, пожалуй, единственная кинематографическая профессия, которая в нашей стране представлена на мировом уровне и в достаточном количестве. У вас, кстати, по-моему, после премьеры скоро приглашал свой проект мегапопулярный и рейтинговый Ксения Анатольевна Собчак. Ну, а это было перед премьерой еще. Это перед премьерой было. А вы с ней были знакомы до этого? Это приглашение, оно было, так сказать, постулировано чем? Успехом грядущим картин или какими-то личными завязками? Вы знаете, я думаю, что... Нет, мы были, безусловно, знакомы, потому что Ксения в то время была женой моего близкого друга Максима Виторгана, и мы часто проводили какое-то время вместе, общались, и, так сказать, мы в хороших отношениях. Что касается ее приглашения, то, ну, был какой-то создан... Понимаете, у фильма не было рекламного бюджета вообще. А в нашей стране, если картина не имеет хорошей поддержки, особенно одного из федеральных каналов, ну, одного из нескольких, то судьба этой картины, в общем, висит на очень тоненьком волоске. И продюсеры вместе с режиссером сделали очень много для того, чтобы эта картина была максимально освещена в интернете. Никто никому не платил денег, но вот несколько там кейсов. Это картину, когда ее показали на фестивале движения, в ней не было песни Фейса «Юморист». Это уже после Миша Идов просто отправил картину Фейса посмотреть. Это автор сценария, да? Ну, он и автор сценария, и режиссер. А, он и режиссер. И режиссер, да. Он отправил Фейсу просто посмотреть фильм. Тот сказал, слушай, ну, как мне пересказывали, что, слушай, да, мне вроде как понравилось, давайте я попробую написать. И появилась эта песня «Юморист», она, как бы, никто Фейсу ничего не платил. А потом ее идуть... То есть это рэпер, насколько я понимаю? Да-да-да-да. «Gold on my wrist», я юморист. Вот это сейчас из каждой машины. Вот этот клип посмотрела не то, что на порядке, но там 20 или уже по 30 миллионов просмотров у него. То есть фильм... Но зато он обеспечил мне узнаваемость в школьной среде. Вот. И, значит, а потом Юрий Дудь, которому тоже была отправлена картина, сказал, да, я хочу поговорить с вами, Михаил Идов. Вот. Но только вы для меня, точнее, не для меня, а для моей аудитории ноунейм. И мы никогда не снимаем как промо. Поэтому давайте мы с это запишем. Если это будет интересно, я поставлю. Если это будет неинтересно, я не поставлю. Я думаю, что Ксения Анатольевна где-то пронюхала про это, про то, что... А, и сыграла на переживание? Нет, это вышло параллельно. И она решила на всякий случай... Ну, не на всякий случай, но как бы поняла, что вот, а она со мной. Хайпанула. Ну, как хайпанула? Ну, предложила, да. А как вас непосредственно рассмешить? Вот чем вас рассмешить? Я меня... Как рассмешить? Просто если я не смеюсь, это не значит, что я не улыбаюсь, это не значит, что я не смеюсь. То есть я довольно четко как бы улавливаю хороший юмор. Ну, хороший как, или как мне кажется. Вот. Я же работаю еще давно очень с моими близкими друзьями театром «Квартет И», и играю там и спектакли, и, в общем, с этим юмором знакомым не понаслышке современным. Вот. И первое импровизационное шоу в Москве еще до всяких комедий-клаб, без всякого прописанного текста. Несколько лет мы играли на Лесной улице с «Квартетом И», я его вел и так далее. Поэтому вот есть некоторый навык просто. Вы сказали, что вас стали школьники узнавать. А, в принципе, вас узнают люди, подходят с автографами? Если человеку надо, ну, почему же нет? Я же, ну, это же часть профессии. Или как в фильме юморист. Это часть профессии? Ну, нет, нет, нет. Ну, нет. Бывает, когда кто-нибудь, ну, там, вот, бывает, что ты заговоришь, там, сфотографируешься, а человек как бы продолжает общение, и оно не очень содержательное, какие-то глупые вопросы, а потом еще он начинает на тебя немножко наезжать, что ты вот, значит, еще ты еще не так, значит, у него что-то, значит, с ним разговариваешь. Ну, бывает. Ну, это вот чувство такта, которое не всем свойственно. Когда оно сильно нарушается, то, да, ты так как-то скажешь, говоришь спасибо и уходишь. А так нет. У меня была вот, когда в начале 2000-х годов, когда только появился первый канал телевизионный спорт, еще при российском телевидении, Василий Александрович Кикнадзе его создавал тогда, вот, он меня вдруг позвал вести программу «Футбол России». Я люблю футбол. Это ежедневная была программа? Это была еженедельная программа. Вот когда-то в Советском Союзе, помните, была программа «Футбольное обозрение». Когда в конце каждого тура, по воскресеньям, вечером, так и то, итоги, что произошло за неделю, все матчи, тура, комментарии, все голы, вот, все вот это вот. Некий аналог этой программы, вот, был создан на канале «Спорт», и мы его вели с таким Игорем Будниковым, было две студии, он к нему в гости всегда приходил профессионал, специалист, а ко мне кто-нибудь из вот то, что сейчас называется селебрити, ну, каких-то узнаваемых людей. И мы, в общем, говорили об одном и том же, но с разных точек зрения. Вот, вот тогда была популярность большая, потому что вот, особенно таксисты, официанты, гардероб, ну, вот все люди, с которыми... Военные. Ну, с ними реже встречался. Кстати, а вот такое общее место, обычно все люди, которые служили срочную службу, они говорят, ну, вот армия сделала из меня человека. Она из вас сделала, человек, вот какие у вас воспоминания? Скажем так, она меня не убила, вот, это уж как минимум. Воспоминания какие? Ну, вы знаете, очень интересно, я об этом когда-то даже вот думал. Если вы меня сейчас попросите серьезно, так вот мы с вами сядем за столом, так вот, на ночь, и вы попросите меня вспомнить армию, то моих воспоминаний из тех 730 дней, которые я там провел, хватит, ну, дай бог... Сколько дней? Ну, 730, два года. А, два года, так, да. То есть полный, полный... Ну, чуть меньше, на самом деле, я там провел чуть меньше, я призвался в декабре, уволился в самом конце октября. Ну, разобрать Калашникова вы можете? Да, да, и собрать даже могу. Вот, и даже, в общем, выпалить из него. Но, тем не менее, отцу вы писали и просили забрать. Да, в какой-то момент я был в полной панике, потому что, ну, я даже в пионерлагерь никогда не ездил, в общем. Когда вы смотрите фильмы про армию, скажем, ну, даже не обязательно про отечественную или советскую, российскую армию, у вас какие-то возникают, там, ассоциации, что-то? Вы вообще любите кино про войну? Я вообще пацифист. Я, 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 вот все, что с милитаризмом связано, я не люблю. Я считаю, что это крайнее, крайнее проявление человеческой несостоятельности убивать друг друга и идти друг на друга с оружием. Как вы относитесь, вот, к этой волне на Западе, которая до нас тоже доходит, вот, борьбы с харассментом, с сексуальными домогательствами, вот, об этом много пишут. Вы знаете, что очень многих людей была разрушена карьера, потому что они там кого-то когда-то употребили. Вы знаете, человечество, оно время от времени все время с кем-то борется. Меня так воспитаны в детстве, вот, мне рассказывали какие-то истории, мой дед, еще кто-то, я вообще против компанейщины. Как только мы начинаем каким-то одним общим аршином мерить любую историю, любую ситуацию, то правда и истина пропадает. Вот, сейчас, значит, какое-то, так сказать, пространство мстит, там, не знаю, времени, потом время будет мстить пространство. Это какая-то чушь какая-то, я не понимаю, как вот сейчас харассмент оказывается. Сегодня, понимаете, что, например, фильм «Однажды в Америке», то есть не «Однажды в Америке», а «Последний танго в Париже». Сегодня, в принципе, нельзя показать, он не может, он не мог бы выйти. Вообще, из всех взаимоотношений, которые существуют там между мужчиной и женщиной. Он не мог бы сейчас выйти, а если бы он вышел, то человек, который его снял, и продюсеры, они бы оказались вот в позорной яме, может быть, их, так сказать, закидали бы чем-то и так далее, они долго бы отмывались. То есть чушь собачья, с моей точки зрения, все. Я никогда не считал мужчину главней женщиной, не считал женщину главней мужчины. Это какая-то логика, ну, коллективная логика вот эта вот так называемая. Я всегда, я всегда очень боюсь, когда возникает какая-то вот коллективная позиция, значит, что-то где-то не так. Ну, я правильно понимаю, что театр при этом остается у нас, ну, как это принято говорить, территорией свободы, что в театре можно то, чего нельзя вот у нас, на телевидении, в кино. Давайте не сравнивать холодное с кислым телевидение, это средство массовой информации. Ну, давайте с кино тогда сравнивать. Давайте. Театр с кино мы можем сравнивать? Можем, конечно. Давайте. Давайте сравним. Территория свободы, на самом деле, она же ведь не в театре и не в кино, потому что это непонятно, что такое. Театр, кино. Территория свободы вот здесь и вот здесь. Вот. Если фильмы, снятые свободными людьми, безусловно, есть. Если спектакли, снятые и поставленные свободными людьми, безусловно, есть. сегодня вообще с этим проблем на самом деле значительно меньше чем об этом говорится на мой взгляд смысле цензуры да ну как меня так насколько понимаю цены с употреблением никотина алкоголя и получением прочих удовольствий они достаточно просто станет после этого у вас появляется отметка 18 плюс вот и вы выходите в ограниченный прокат а по телевизору вас можно показать после ноля часов в этих слотах пока стоит дешевле и так далее сейчас цензура экономическая сейчас цензура не политично нет и понятно что есть какие-то там у нас отдельные случаи но вы как человек старше меня и живший в советском союзе вы знаете что такое цензура да я помню когда сегодня говорят что там вот когда вокруг юмориста что вот ему юмор зажали это ребята включите youtube да я тоже посмотрите там чек с фамилией поперечный что он творит вообще можно ли это себе представить на когда про 37 год это конечно очень смешно вы ушли из фейсбука в instagram я не ушел с фейсбука в инстаграм я просто ушел из фейсбука instagram у меня в общем там вяло как-то был есть почему тоже из-за уж на стало скучно это стало занимать очень много времени я стал обращать внимание на какие-то вещи имеющие отношение к людям которых я люблю и по-прежнему считаю своими друзьями которых я не хотел бы знать и но я был настолько зависим от этого фейсбука что я как бы когда я сказал что все и значит закрыл свой аккаунт на меня смотрели все говорили ну три дня и я честно говоря в глубине души я как человек привержены это сказать к некоторым зависимостям там сигареты еще чего-то я думаю что конечно я не смогу бросить потому что там я проводил там очень много времени вы не поверите вот на следующий день я забыла его существование я не предпринимал никаких усилий они из тех людей которые сказал себе нет и вот будет держаться просто я выяснил что этой реальности а это же целая реальность это целая жизнь это целый мир вселенная вполне реальная но ее вот здесь вот 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 здесь ее нет это и этого просто не существует эти люди которые там пишут что-то вот они ходят они здесь даже думают по-другому это какой-то вымышленный мир в котором ну наверное прежде всего я сам себе перестал нравиться но и как бы и он сам не не очень хотя в нем есть масса практически полезных вещей вот с точки зрения получения необходимой информации чего где происходит мне интересно что ваша жена тоже актриса так и как это сложно наверное ужиться вместе муж актер ты актриса да ревность наверно какая-то должна быть или нет начали общаться я актером еще не был вот еще хуже выходила замуж не за акте да 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 но это вопрос книги актером стали вот виктория умный человек вот и когда говорят что нельзя что нельзя жена актриса это ужас это имеется все таки это имеет отношение к или актер к людям наверное ну не очень умным вот когда человек перестает понимать кто он когда он состоит из 38 сыгранных ролей когда он так сказать все время стремится нравится когда он живет в каком-то значит вот этом да это катастрофа вот но к виктория не имеет отношения на стремиться нравится мне кажется это вообще черта женщин а вот мужчина актер ужас вот вы как бы стремитесь уже нет не стремлюсь я счастлив что это не та профессия которая меня кормит я от нее не завишу так серьезно как мне нравится этот процесс очень мне интересно этим заниматься но я не завишу от нее мы уже не ушли полностью с этой поляны то есть если будет какое-то интересное предложение это мне на ней не было я на ней как раз появился 20 лет не занимался этой проекта вообще но вот сидят я провод про 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 нынешние сегодняшний статус если будет мне ожидаем к играть в полном мире они все время какие-то появляются и вы отказываетесь чего-то отказываюсь на что-то соглашаюсь смысле проб меня не вот сейчас был один проект который очень хотел сниматься меня не утвердили я расстроен был немножко не расскажете просто интригу это другой канал это другие все дни не хочу это неважно совершенно но я хотел вот и вот не утвердили то есть я не понравился вот расстраиваться по этому поводу смерти подобно вот поэтому ну все забыли а бывало так что вы отказывались а потом жили фильм выходила вы думали надо было соглашаться видимо мне не так много предлагали в моей жизни а если не парки но вообще по жизни бывало такое наверное я так устроен что даже если может быть я бы и мог от чего-то расстраиваться я себя убеждаю в том что слава богу что этого не произошло ну так удобнее жить просто не знаю нет ничего такого серьезного я не мы не припоминаю то что что могло бы со мной случиться но не случилось например я был период вот я бы мог стать одним из участников осп студии да потому что вот когда эта программа только начиналась год снимали программу я еще учился в авгике без эфира просто снимали вы уточнить какой год был примут но 90 боюсь соврать сейчас 2 3 что не такое ну то есть уже постсоветский ну да я я я поступил в девяносто первом году в авгик так вот да это наверное был второй курс что-то такое вот и мы год снимали эту программу даже там миша шац появился там позже вот первый это был сережа белоголовцев таня лазарева паша кабанов там сергей сивоха такой был значит вот я еще несколько моих однокурсников даша достали андриша филипак вот и мы снимали 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 ее год повторяя она не выходила мы каждый месяц собирались на несколько дней снимали там четыре или пять программ за две или три смены нам платили по сто долларов за смену что по тем временам было ого-го для студента ого-го и и не выходила потом была какая-то пауза и потом мне звонят и говорят что вот вас вызывают я приезжаю к продюсеру продюсер говорит поздравляю вас говорит алексей программа по эфире игра отлично вот контракт с ума сойти какое упорство вот контракт я говорю отлично ничего не понимаю в контрактах знаю что там только должно быть написано что студенты и студенты интересует сколько и там по тем временам это было возможно написано 50 долларов сша в рублевом эквиваленте на день выплаты за смену я говорю подождите как было же 100 100 в никуда а сейчас 50 быть ну что вы же не понимаете вот это для это вообще для вас теперь тьфу вы теперь звезда вас будут сюда звать приглашать я как-то не поверил искал ну нет я тогда не буду подписывать искали ну не нам тогда и так вот я не стал юмористом тогда еще вот хотя мы дружим до сих пор и сереже и с мишкой со всеми ребятами но вот жалел я об этом ну когда все там у них начиналось наверное я как-то может быть что-то еще у меня еще было непонятно кто я что наверное может быть немножко как-то так грызло что-то что что идиотно кто-то хоть хоть как бы в жизни устроился вот но сейчас я совсем об этом не жisterе но как же давно об этом корпоратив за 10 тысяч долларов за вечер это же ну я провел в своей жизни не один корпоратив но не в качестве ведущего в качестве кольщего же выужж envolta я многое работал как ведущий все это время как францы я вот работал конечно и в качестве ведущего и в качестве режиссера и в качестве продюсера и в качестве кого угодно Я даже не представляю, Алексей такой серьезный. Я не представляю, как вы ведете корпоратив. Поэтому меня не часто зовут. Вы так серьезно ведете его тоже? Приходите на спектакль. Приду с удовольствием. Приходите на обыкновенную историю, приходите. Ну, на маленьких трагедиях вы там особо не посмеетесь. Приходите на обыкновенную историю, приходите в квартет ИИ на спектакль «В Бореньке чего-то нет». А в «Гоголь-центр» обыкновенную историю точно чуть-чуть посмеетесь, обещаю. Спасибо. Придем обязательно. Ну, за себя говори. Я хочу посмеяться. Но Евгений в «Гоголь-центр» не пойдет. Это почему Евгений не пойдет? Но я огромное удовольствие получил от беседы. Поэтому давайте вы приходите к нам и рассказывайте. Боюсь, куда есть. Нет, там такой пласт, я сейчас почувствовал, нам будет о чем поговорить. Спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, всего доброго.